Каждый владелец бизнеса знает, ну или как минимум догадывается о важности использования онлайн-консультанта на своем сайте. Но далеко не каждый маркетолог команды в состоянии грамотно настроить этот инструмент таким образом, чтобы он приносил прибыль для компании. Всем привет! С вами Кир Маркетинг Геймерс и в этом видео я хочу поделиться с вами тем решением, которое мы открыли для себя в работе над нашими клиентскими проектами и мы сейчас его активно используем. Значит, как показывает практика, классика онлайн-консультантов сейчас отвратительно работает, несмотря на то, что это решение использует просто подавляющее большинство. И когда я проводил различные аудиты компаний, я услышал от собственников, от маркетологов то, что, ну как бы, а что еще есть? Есть там кнопка связи, там разные коллбеки, там перезвоню там за там 20 секунд и прочее. То есть, опять же, это классика. И почему это плохо? Ну, потому что вы работаете со всей аудиторией, которая посещает ваш сайт. С одной стороны, Кир, ну почему плохо работать со всей аудиторией? На самом деле, это плохо, потому что, ну, вы работаете не с теми, кто готов с вами общаться, а вы работаете со всеми просто, кто зашел на страницу. А если вы собственник своей компании, то для вас это просто-напросто расход, не нужный причем, расход как на сам инструмент, на сам сервис, онлайн-консультанта, так и на людей, которые, ну, в худшем случае, они у вас находятся на отдельной, так сказать, позиции именно тех людей, которые общаются с другими людьми, то есть просто консультанта в онлайне. И в лучшем случае, если, например, это ваши там менеджеры по продажам, которые отвлекаются от телефонных звонков, общаются в чатах, либо же это маркетологи, которые нет, чтобы строить там воронки, усиливать, масштабировать, они общаются с людьми в чатах. Значит, если у вас что-то есть, то, ну, выход есть, я сейчас его вам предоставлю. Значит, онлайн-консультанты, они работали круто раньше, когда не было того решения, которым поделюсь в этом видео. У меня лично был опыт в 13-м году запуска консультанта в одном из наших проектов, клиентских проектов, и я нашел то решение, как его правильно настроить в то время, да, сейчас тоже так круто не работает. И после настройки, после того, как мы загоняли трафик и правильно обрабатывали аудиторию, даже когда был консультант вообще в оффлайне, да, в оффлайн-режиме, мы смогли заработать более 38 тысяч долларов прибыли, ну, там, за две с хвостиком недели. То есть это была классная воронка. Ну, в общем, суть не воронки, суть в том, что как мы касались аудитории. Если вам интересен этот опыт, просто вам интересно для ознакомления, можете посмотреть под видео, в описании будет ссылка на эту статью, где я все по полочкам, так сказать, декомпозировал, разложил. Может быть, вы для себя что-то смоделируете. Ну, в общем, в любом случае будет полезно. Но, так как мы сейчас не работаем со всей аудиторией, работаем только с теми, кто готовы, мы зарабатываем гораздо больше денег. Ну, это логично. Есть такой инструмент, называется Sales IQ. Sales IQ от компании Zoha. Вы будете выбирать ту аудиторию, с которой можно будет вступать в диалог, потому что вы будете видеть степень прогретости этой аудитории. Например, там, она коснулась 5 статей, 3 статей или какие-то конкретные 2 видео, и вы сможете с ней начать общение. А та, которая, та аудитория, которая, ну, она еще только холодная, она только там коснулась только один раз, например, там, вашей статьи, больше ничего не видела, вы ее не трогаете, оставляете в покое, пусть еще погреется, и только потом вы начнете с ней диалог. Вы знаете, пока месть делился с вами контентом, пришла идея открыть вам также один из инструментов, вам, как собственнику бизнеса, будет очень полезно внедрить в свою компанию. Значит, инструмент, который позволит вот эти касания, вот эту степень прогретости, заранее определить, и чтобы ваши менеджеры вступали в диалог с той аудиторией, которая выполнила те условия, которые вы задали в самой системе. А вы помните, да, что идея этого YouTube-канала, чтобы собственник бизнеса фокусировался на зарабатывании денег, а роботы, технологии и системы отбирали всю шелуху и ненужные действия. Так вот, если вам актуально будет вот узнать об этом инструменте больше, тот, который задает критерии определенные, чтобы менеджеры работали правильно с вашей аудиторией, то поставьте лайк этому видео, я по лайкам пойму, что вам актуально, и я обязательно сделаю обзор, разбор этого инструмента. Хорошо, возвращаемся к нашей теме. Значит, что касательно SalesIQ, давайте приведу еще один пример. Ну, предположим, к вам зашло, например, 20 заявок, и вам нужно их обработать. То есть, что вы делаете? Вы ставите задачу своим менеджерам и говорите, ребята, обработайте заявки, и идите, в лучшем случае вы скажете, идите от дорогих к дешевым, чтобы денег в кассе было сразу больше. Что менеджеры делают? Они сразу обзванивают от дорогих к дешевым, ну, как вы и сказали, и они допускают ошибку, но так как не используют SalesIQ, и начинают звонить всем подряд, сверху вниз, кому дозвонятся, с тем и работают. Почему это ошибка? Ну, потому что гораздо эффективнее для менеджера – это обработать ту заявку того человека, того лида, который сейчас, в данном времени, продолжает что-то изучать на вашем сайте. И очень часто бывает, ну, вдруг, если вы пройдете с вебинаров, человек, оставив заявку, возможно, эмоционально, он продолжает повторно смотреть вебинар, убеждаясь в том, что принял решение он правильно, либо, может быть, это было лишнее и прочее. А менеджер в самой системе SalesIQ, он видит, что конкретный лид, которому он собирается позвонить, он сейчас просматривает заново вебинар. И ему нужно позвонить в момент этого просмотра. Либо же, если человек просто подписался к вам в воронку, и еще не оставил, например, там, заявку, там, на какой-то платный продукт, и он сейчас изучает, например, там, контент, например, там, как, не знаю, там, как выбрать, там, айфон. У вас, например, там есть пять статей, а он уже три статьи изучил. И менеджер видит, что было три касания. И он вот на третьем касании, на третьей статье, он предлагает ему вступить в диалог через онлайн-консультанта. Вручную он нажимает, выскакивает консультант с текстом, и начинается переписка. И человек видит, что идет переписка, ну, то есть, как бы менеджер пишет, он такой, блин, прикольно. А он говорит, я вижу, что вы были там на трех статьях, читайте сейчас третью статью, там, я знаю, как вам помочь, давайте я вас проконсультирую. Это эффект вау. То есть, это та живая система, которая взаимодействует правильно с аудиторией. И я вам, как владельцу бизнеса, рекомендую это внедрить в свою компанию как можно быстрее. Потому что это влияет на вашу прибыль. В общем, если это видео было вам полезно, палец кверху, ну, и плюс палец кверху тоже знак, чтобы я запилил обзор инструмента, как вот с LZQ, только другого, который позволит задать правильные критерии перед тем, как вы вступите в коммуникацию с вашим потенциальным клиентом. И, конечно же, пишите свои вопросы, комментарии под этим видео, потому что, ну, я работаю для вас. Этот видео-контент я записываю только для вас, потому что я это все знаю, и мы это все внедряем и в наших бизнесах, и в бизнесах наших клиентов. Поэтому мне важно знать, чего бы вы хотели в следующих видео-выпусках. Спасибо за просмотр этого видео. С вами был Кир Уланов, диджитал-компания Marketing Gamers. До встречи в следующих видео-выпусках. Пока!